В день памяти всероссийских святителей Петра, Алексея и Ионы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии осветил храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте, после чего совершил в нем божественную литургию. Все начиналось вот с этой небольшой часовни. Но в этом жилом районе на Пискаревке, как говорят народе, желающих прийти в Дом Божий оказалось очень много. И уже в 2003 году была возведена вот эта церковь, Благовещение Пресвятой Богородицы. Но и этого оказалось мало. Сейчас полным ходом идут работы по строительству храма Рождества Христова. Благовещение – это то, без чего бы не было Рождества Христова. Благовещение Пресвятой Богородицы, этим Благовещением подводит нас к Рождеству Христову. И этот храм также людей подводит. Сначала сюда приходили Пресвятой Богородицы всех под свое крыло, и теперь подводит уже к Христу, к Рождеству Христову, к этому крупному храму. Никита со своей супругой Евгением любят этот храм. Спешат на каждую службу и в будни, и в воскресные дни. Просят помощи у Небесной Владычицы. Она покровительница, заступница, все время поддержки у нее, прошу мудрости, потому что она знает, как общаться, как разговаривать, как вести себя со своими близкими, все время у нее прошу мудрости. Пришли они в этот день, когда митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии великим чином осветил храм, а затем возглавил Божественную Литургию. В этот день состоялось особо значимое событие для Александра Андреева. Чтец храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, он был рукоположен мадьякона к тому же храму. Молодой человек три года назад осознал, что его путь – это служить Богу. К вере он пришел через личную трагедию. Повлияло на это и знакомство с отцом Анатолием Першиным, а также музыка, которая всегда с ним. Бог есть любовь, и поэтому необходимо любить друг друга и возлюбить ближнего, самого себя. И таким образом мы приблизимся к Богу. После богослужения Владыка в Арсенофии поздравил прихожан с великим освящением храма и обратился ко всем с архипастерским словом. Матерь Божия с материнским дерзновением предстоит возиться на Божие. И, конечно, тоже доносит наши просьбы, наши молитвы. Вы только представьте, сколько же людей обращается к Божьей Матери каждый день. Вот если по всем миру собрать людские души, это, наверное, миллионы людей. И каждый час, и каждый день, и каждый год, и каждое столетие. И вот уже два тысячелетия мы только просим, и просим, и просим Божьей Матери, чтобы она помогла нам и в этой жизни достойно прожить, и не лишить нас Царствия Божия. На память об освящении храма митрополит в Арсенофии подарил настоятелю, протеерею Андрею Квокову икону святого Георгия Победоносца. Также за усердные труды во благо Святой Церкви благотворители и устроители были награждены медалями и архиерейскими грамотами. В свою очередь настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему казанскую икону Божьей Матери. А всем верующим были розданы деревянные крестики. Их митрополит в Арсенофии привез из Иерусалима.